Всем привет! В сегодняшнем выпуске шаровая молния – самое загадочное и таинственное природное явление. Уникальность этого феномена в том, что большинством ученых признается его реальность. При этом до сих пор нет единого общепризнанного научного мнения о том, что это такое и как это явление образуется в природной среде. Также существуют научные теории, которые сводят феномен к галлюцинациям. Шаровая молния – природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. По свидетельствам очевидцев, шаровая молния обычно появляется в грозовую и штормовую погоду. Зачастую, но не обязательно, наряду с обычными молниями. Чаще всего она как бы выходит из проводника или порождается обычными молниями. Иногда спускается с облаков, в редких случаях неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета, например, дерево, столб, и так далее. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами. Так что вопрос о природе шаровой молнии остается открытым. По состоянию на начало 21 века не было создано ни одной опытной установки, на которой это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев наблюдения шаровой молнии. В первой половине 19 века французский физик Франсуа Араго, возможно, первым в истории цивилизации произвел сбор и систематизировал все известные на то время свидетельства появления шаровой молнии. В его книге было описано 30 случаев наблюдения шаровых молний. Статистика небольшая и неудивительно, что многие физики 19 века, включая Кельвина и Фарадея, при своей жизни были склонны считать, что это либо оптическая иллюзия, либо явление совершенно иной, неэлектрической природы. Основная сложность изучения шаровой молнии в том, что в природе этот феномен случается редко, а попытки искусственно воспроизвести его в масштабах природного явления не удаются. Основным материалом для изучения шаровых молний является свидетельство неподготовленных к проведению наблюдений случайных очевидцев. В некоторых случаях очевидцы производили фото- или видеосъемку явления. 23 июля 2012 года на тибетском Плато шаровая молния попала в поле зрения двух бесчелевых спектрометров, с помощью которых китайские ученые изучали спектр обычных молний. В итоге были зафиксированные 1,64 секунды свечения шаровой молнии и ее подробные спектры. В отличие от спектра обычной молнии, в котором в основном присутствуют линии ионизированного азота, спектр шаровой молнии наполнен линиями железа, кремния и кальция, которые являются основными составляющими веществами почвы. Теория происхождения шаровой молнии, отвечающая критерию Поппера, была разработана в 2010 году австрийскими учеными Джосефом Пиром и Александром Кендлем из Университета Инсбрука. Они упубликовали в научном журнале Physics Letters предположение, что свидетельство о шаровых молниях можно понимать как проявление фосфенов, зрительных ощущений без воздействия на глаз света. То есть шаровые молнии могут являться галлюцинациями. В исключительных случаях шаровая молния оставляет следы, которые можно подвергнуть анализу. В 2020 году по одному из таких уникальных случаях удалось провести анализ вещества, оставленного угасшим светящимся шаром. Установлено, что фрагменты представляют собой соединение железа, кремния и кальция с кислородом. Полученные сведения о химическом составе хорошо согласуются с результатами оптической спектрометрии шаровой молнии, выполненной в 2012 году группой китайских ученых на Тибетском плато. Большинство теорий, пытающихся объяснить происхождение шаровой молнии, сходятся на том, что причина образования любой шаровой молнии связана с прохождением газов через область с большой разностью электрических потенциалов, что вызывает ионизацию этих газов и их сжатие в виде шара. Среди самых известных ученых-физиков, занимавшихся исследованием шаровых молний, можно назвать Николу Теслу и Петра Леонидовича Капицу. Им обоим разными способами удалось получить явления, подобные природной шаровой молнии. Остается лишь вопрос, действительно ли наблюдаемые в лабораторных условиях явления одно и то же с природным феноменом шаровой молнии? Как было сказано выше, основным источником изучения природной шаровой молнии остаются свидетельства очевидцев. Одним из таких очевидцев, которому удалось снять шаровую молнию на видео, подлинность которого не вызывает сомнений, стал в августе 2016 года житель Новосибирска Роман Трегубов. По понятным причинам, качество съемки не очень высокого качества. Тем не менее, оно вполне достаточно для удаленного рассмотрения уникального природного явления. Закончу выпуск словами одного из видных исследователей шаровой молнии, советского ученого профессора Игоря Стаханова. В наш век, когда физики знают, что происходило в первые секунды существования Вселенной и что творится в еще не открытых черных дырах, все же приходится с удивлением признать, что основные стихии древности, воздух и вода, все еще остаются загадкой для нас. Спасибо за просмотр, надеюсь выпуск был интересным и познавательным. Всем удачи и до скорого!